У нас сегодня будет два спикера. Первый спикер — это Никита Сизинцев. Он работает Android-разработчиком в DataArt. И Никита будет рассказывать про свою библиотеку Android MVP Helper. Давайте поприветствуем Никиту. Всем добрый вечер. Я являюсь разработчиком этой библиотеки. Ее цели — это ускоренная и упрощенная имплементация MVV-паттерна в Android-приложениях. И почему подпись на стероидах? Потому что она также добавляет дополнительные функции, которые убирают boilerplate-код в вашем Android-приложении. Цель упростить интеграцию MVV-паттерна. Библиотека полностью берет на себя управление компонентами, вью-стейтом, презентером, инъекцией вью-полей, установка лояутов и так далее. Избавиться от написания рутинного кода, например, такого, как сохранение полей в бандл, восстановление их оттуда. И добавить дополнительные функции, такие как Lifecycle Observable. Для тех, кто не знаком с MVV-паттерном. MVV-паттерн делит вашу логику экрана на три части. Это модели. Данный класс реализует всю бизнес-логику вашего приложения. View занимается взаимодействием с пользователем и отображением данных. Презентер занимается тем, что он связывает между собой модели и View. В андроид-приложениях он также занимается управлением многопоточностью и просто обработкой данных от модели. В библиотеке много модулей. Каждый из них содержит какую-то реализацию чего-то. MVP содержит основные интерфейсы и реализацию, собственно, MVP-компонентов. Activity, фрагментов. MVP-презентер содержит реализацию интерфейсов-презентеров. Вы можете использовать готовые, можете реализовывать интерфейсы. RX2 то же самое, только с поддержкой RX-Java 2. MVP-лист поддерживает реализацию списков на основе RecyclerViews, пейджингом, поиском, swipe to refresh layout, отображением стабов пустого контента. Каждая из этих функций опциональна. MVP-автосейвабл. Два модуля, которые содержат процессы аннотации, собственно, сами аннотации для сохранения полей в бандл. MVP-viewwrap содержит процессы аннотации для создания оберток поверх интерфейса в view для упрощения работы с view из побочных рабочих потоков презента. Начнем мы с модуля MVP. Он содержит три основные класса, которые нужно будет расширять. Это BaseMVPActivity, MVPFragment, MVPDialogFragment. Основные возможности — это управление жизненным циклом компонентов, установка layout и инъекция view-полей, зануление view-полей после разрушения экрана и также lifecycle observable. Эту штуку добавили в Google, но здесь она реализована более обширно и добавляет больше функций, чем сделали они в своих компонентах. Библиотека заставит вас реализовать вот эти три части. mp-компонент — это, собственно, ваш view-элемент, расширяющий один из базовых классов. iViewState — это класс, который будет содержать все данные, которые вернет вам презентер. Он также будет заниматься их сохранением в бандл и восстановлением оттуда и применением данных к вашей view после восстановления экрана. И презентер — это класс, собственно, презента модели данная библиотека не ограничивает, так как модель может быть какого угодно вообще, класс, паттерн, любая реализация. Начнем с имплементации view-стейта. Для этого нужно будет реализовать интерфейс iViewState. В качестве параметра типового нужно будет передать интерфейс. Этот интерфейс передается в метод apply и служит связью между view-стейтом и view. Методы save и restore вызываются единожды при сохранении в бандл и при восстановлении данных оттуда. Презентер. С презентером гораздо больше тут различных возможностей. Точно так же вы либо реализовываете один из двух предложенных интерфейсов или расширяете одну из предложенных реализаций. Дальше мы посмотрим, чем они отличаются. И точно так же создаете интерфейс, который служит связью между презентером и view-компонентом. Самый простой интерфейс — это iPresenter. Он содержит всего два метода. Он attachView и он detachView. Эти два метода вызываются, соответственно, когда на экране view создается, когда экран видимый, и он detach вызывается, когда экран пропадает с экрана и разрушается. В AsyncPresenter добавляется еще один метод Cancel. Он вызывается тогда, когда презентер разрушается окончательно, и в нем нужно будет завершать всю асинхронную работу. Интерфейс TaskListener служит для того, чтобы оповещать view о том, что задача была добавлена или задача закончилась. Эту штуку очень удобно использовать для отображения различных прогресс-баров на основе наличия презентера каких-либо задач. Так. BaseAsyncPresenter. Он реализует BasePresenter. Я не вставлял сюда этот класс, потому что он реализовывает просто он attachView и он detach, и просто сохраняет по факту view в поле. В BaseAsyncPresenter добавляется два метода execute, которые первый принимает callable, executor, в котором этот callable будет выполняться, и возвращает future. И то же самое для runable, но future будет с void параметром. Эти методы сделаны для того, чтобы вам не нужно было думать о том, что у вас была запущена задача, нужно вызвать notified.askedded. Вы передаете ID-шник, и внутри этих методов произойдет вызов, оповещение view о том, что была запущена задача, о том, что задача остановилась. Также добавляется метод waitForViewIfNeeded. Этот метод удобно использовать, если вам нужно передать какие-то данные во view, но вы не уверены, что в данный момент экран существует. Например, вы запускаете какую-то асинхронную задачу, пользователь уходит на фрагмент вперед, текущий фрагмент остается в backstack, view у него нет, viewState его сохранен, то есть вы уже, в принципе, ничего не можете изменить. Если повернется экран, как бы все останется только в bundle. Вы можете в презентере вызвать метод waitForViewIfNeeded, и рабочий поток будет остановлен ровно до тех пор, пока к презентеру снова не будет привязана view. И также этот метод вернет эту view сразу, и вы сможете передать через колбы какие-либо данные. Этот метод проверяет, является ли выброшенный exception-interrupted, так как здесь используется много где связка методов wait и notify, то может вполне быть выброшен interrupted exception, и чтобы его дополнительно как-либо не обрабатывать, можно вызывать этот метод и просто, если interrupted exception, то просто пропустить его. Метод для проверки в том, что сейчас мы находимся в главном потоке. Метод для постинга в главном потоке какого-либо… Это из Kotlin взята лямбда. И, собственно, вот методы для оповещения view о том, что была запущена задача, о том, что задача закончилась, чтобы view могла проверить, есть ли запущенные задачи по ID-шнику, какая-либо из запущенных задач, есть ли они вообще. Эту штуку удобно использовать. Иногда происходит так, что запущены две синхронные задачи, нужно отображать прогресс. Часто бывает такое, что первая задача заканчивается значительно раньше второй. Она снимает отображение прогресс-бара. Вторая задача вроде как еще запущенная, и тоже нужно отображать прогресс-бар, но его уже нет. Можно просто проверять в этот момент, что если у презентера вот задача с такими ID-шниками, то вот прогресс-бар все-таки нужно отображать. Дальше. BaseAsyncExecutorPresenter, он наследует AsyncPresenter и добавляет абстрактный метод CreateExecutor. Этот метод должен вернуть в BaseAsyncExecutorPresenter экзекьютор, в котором будут выполняться ваши задачи. UseSafeThreatFactory, если вы поставите false, ваш экзекьютор не будет установлен UnhandledExceptionHandler и возможно что-то посыпется где-то. RxShedulerPresenter, он создает поверх экзекьютора из AsyncPresenter Sheduler, в котором исполняется ваша observable, и добавляется также два метода экзекьютора, которые возвращают назад disposable. Вы отдаете точно так же ID-шник, где на что подписаться и callbackи опциональные. И передается также параметр по умолчению, который false. Нужно ли ваш error consumer передавать сообщение о том, что произошел в Interact with Exception, или просто самому его обработать и не оповещать вас об этом. Тот же метод, только он использует для в качестве параметров subscribe.on и observe.on, переданный в presenter Sheduler. Так, теперь нужно все это связать вместе. Нужно, чтобы presenter и viewState могли обращаться с viewComponentом. Создается один общий интерфейс, который просто расширяет callback из presenter и callback из viewState, и плюс по необходимости можно что-то еще свое добавить. И теперь мы подходим к тому, что нам нужно реализовать это все. Создается класс активность, расширяется класс base MVPActivity. В качестве generic параметров передается интерфейс, presenter viewState. В данном случае activity сразу расширяет интерфейс iView, реализовывает. И вам нужно будет реализовать вот эти методы. getMvpView возвращает view, которое будет привязано к презентеру, и которое будет передаваться в метод apply во viewState. В createViewState и createPresenter вы создаете viewState и презентер. В методе createView вы устанавливаете, вызываете setContentView, инициализируете view поля, и в методе onInitialize вы уже реализуете какую-либо логику. OnInitialize вызывается тогда, когда уже создан презентер, к нему привязано view, когда был полностью восстановлен viewState, и он был применен к текущему view, и в принципе экран полностью готов для продолжения какой-либо деятельности. и onTaskStatusChanged — это вот тот callback из презентера, который оповещает view о том, что была запущена задача или задача была добавлена, окончена. Все то же самое для фрагмента. Единственное, что вместо метода createView используется стандартный callback onCreateView. И в данном случае для фрагментов обязательно должно быть возвращено не нул значение, иначе это сможет поломать жизненный цикл, и onInitialize не будет вызван. Почему я добавлял дополнительные методы createView, onInitialize? Это было сделано для того, чтобы не надо было думать о том, что создался ли сейчас презентер, а когда мне нужно создавать view или когда не надо, и я разделил это все на дополнительные методы и сделаю это более, как мне кажется, логично. Сохранение компонентов. Предположим, что вы хотите, чтобы ваш фрагмент или activity при перевороте экрана сохраняли ваш view state или презентер, в смысле в случае view state, а не в бандл, а именно сохраняли сам объект. Вы просто переопределяете методы retainPresenter, возвращаете true, по умолчанию возвращается false, или вот переопределяете retainViewState и тоже возвращаете true. Это удобно делать, особенно в активностях, потому что часто, когда речь заходит о вращении экрана, если начать гуглить, то это обычно stack overflow сразу, там находится решение, все, надо слушать configuration changed для activity, или многие советуют фрагмент делать retainable, но никто при этом не думает, что retainable фрагменты не очень себя проявляют в плане сохранения view state, особенно если они находятся в backstack, или это вложенный retainable фрагмент его фрагмент. Вот эта штука, она работает следующим образом. Она выхватывает корневую активность, в которую добавляется один фрагмент, который является как раз retainable. Он находится вне backstack и просто напрямую привязан к активности. И он просто хранит ваши презентеры и view state, если это необходимо. ViewInjects и зануление полей. Для того, чтобы использовать ViewInjects, необходимо отметить ваш класс аннотации layout, и для инъекции значения во view поле отметить его аннотацией inject view. При этом установка layout и инъекция view происходит в методах create view, и он create view для фрагментов. Если вы хотите перегружать эти методы, вы можете вызвать super, произойдет инициализация по аннотациям и потом продолжить работу. Точно так же, как и с сохранением компонента, вы определяете метод null views, возвращаете true, и после того, как для activity будет вызван метод on destroy, для фрагментов on destroy view, все ваши view будут занулены во всей иерархии наследования. В данном случае все происходит через рефлексию, так что модификаторы доступа в данном случае не важны. Помимо всего прочего, вот эти все штуки являются опциональными, так как многие не любят использовать рефлексию, так как считается, что она очень сильно снижает производительность. На самом деле это не так, потому что все используют кысон, но никто об этом не думает. Подписка на жизненный цикл. Это то, о чем я говорил. И фрагменты и активности поддерживают гораздо больший список методов, чем поддерживает библиотека Google. Их вызов также происходит через рефлексию. Помимо всего прочего, так, это я перескочил. Есть два синглтона, activity lifecycle и fragment lifecycle. Он содержит константы вот эти и содержит также аннотацию, которую нужно отмечать в ваши методы для того, чтобы они были вызваны при подписке. То же самое для фрагмента. Также тут не отображено, кроме констант, тут есть еще аннотация inDef отмеченная, которая ограничивает список передаваемых сюда значений. Например, у нас есть класс CameraManager. Понятно, что в реальной жизни CameraManager скорее нужно будет отслеживать onPause или onResume, но метод onViewCreated более жизненно показывает возможности библиотеки. Вы можете создавать несколько возможных перегрузок метода при подписке на ваш жизненный, на жизненный цикл вашего вью-компонента. Это может быть перегрузка без параметров, перегрузка с параметром, в котором будет первым передаваться компонент, для которого вызвался метод жизненного цикла. И потом по одному в плюс будут добавляться аргументы этого жизненного. То есть у метода onViewCreated заходят два параметра. Это view, которое было создано, и состояние bundle. Так вот, можно создать вот фрагмент, view и bundle saved instance, и все получить параметры. Плюс вызов происходит через рефлексию. И если вы рассчитываете получить вот здесь вот какой-то интерфейс, то есть вы хотите, чтобы CameraManager был универсальным классом, вы создаете какой-то интерфейс с геттерами, например, получить surface view, получить контекст, еще какую-нибудь ерунду. И вот сюда вместо фрагмента подставляете ваш интерфейс. Он будет… И если ваш фрагмент реализовывает этот интерфейс, он будет перекастован. И вы сразу получите нужный вам тип данных. И вам ничего не мешает, в принципе, отметить, например, один и тот же метод, также подписаться на жизненный цикл activity. И это будет, в принципе, универсальный класс для использования и с активностью, и с фрагментами. Как его использовать? Вот у нас есть наш CameraManager. Мы прямо в конструкторе проводим инициализацию и вызываем метод subscribe. Он принимает любой объект. После того, как вызывается метод subscribe, происходит анализ класса всего дерева наследования. Он ищет методы, отмеченные аннотации, и сохраняет их по мапам. Плюс этот процесс происходит единожды только, потому что после первого разбора иерархии классов все методы будут закэшированы, и это будет происходить только один раз. Также подписчики хранятся в картах wick-хэш-мап, и нужно обязательно хранить жесткую ссылку на них, иначе они будут потеряны из subscribe. Но при этом не надо обязательно вызывать unsubscribe. То есть объект будет разрушен и ссылка потеряется. Модуль MVP-авто-сейвбл. Он реализовывает генерацию классов сейверов для ваших viewState. Обычно, чтобы сохранить поле в бандле, это требует три строки кода. Это ключ, по которому будет записываться значение, собственно, строка кода для сохранения, и строка кода для чтения. В данном случае в примере у нас используется класс, у которого есть два поля. Массив целых чисел, коллекция, и поле boolean, которое отмечено аннотацией ignore. Есть также getter и setter. Include super означает, будет ли viewState пробовать смотреть иерархию вверх, чтобы достать оттуда поля для сохранения. Это удобно использовать при наследовании viewState. То есть вы знаете, что save и restore методы уже реализованы у суперметода, у суперклассов, и вы не хотите, чтобы для них было генерировалось что-то еще. Вы просто вызываете супер и вставляете еще дополнительную реализацию для этого класса. Для данного класса будет сгенерирован, будет сгенерирован класс viewStateSaver, то есть будет добавляться к названию viewState окончание saver. Вызываете его методы save и restore, передаете в качестве параметра объект viewState и bundle. Как этот viewStateSaver будет выглядеть? Он будет выглядеть вот так. Библиотека сначала проверяет то, что она, во-первых, получает список полей сначала, потом она проверяет модификаторы доступа в поле. Если это поля public, он их получает через точку. Потом, если они не public, он ищет набор метод getter и setter по имени и по типу возвращаемого значения. И если он не нашел ни getter, ни setter, он уже пишет код, который будет рефлексии доставать и рефлексии записывать в ваши поля. Помимо всего прочего, как вы видите, здесь нету булиановского поля, потому что оно было отмечено аннотацией ignore и процессор аннотации его пропустил. Эту аннотацию удобно использовать в тех случаях, когда viewState не поддерживает ваш тип данных. Например, вы хотите сохранить матрицу, но матрица не является ни partable, ни serializable, но при этом вы можете достать из нее float-massive и float-massive уже сохраните руками. Вы в матрице отмечаете аннотацию ignore и руками ее сохраняете. Такие ограничения. Все случаи предусмотреть невозможно. MVP-view-wrap. Эта штука предназначена для создания оберток поверх интерфейса view, вот те highview, которые мы создавали, для того, чтобы презентеру было проще с ними работать. Идея в том, что если у вас очень большая цепочка, например, в Rx, или вы не работаете с RxJava и работаете с головными потоками, вам не очень удобно передавать данные во view и особенно их назад получать. Данная библиотека, данный модуль генерирует поверх вашего интерфейса обертку, которая позволяет вам синхронно вызывать методы в главном потоке из побочного и получать сразу результат. То есть рабочий поток вызывает в главном какой-то метод, сам он останавливает свое выполнение, получает результат назад и продолжает выполнение. Например, у нас есть наш интерфейс. Мы в него также добавим еще два, три метода. Это full, который void возвращает, bar, который возвращает object, и один метод, который будет отмечен от отца ignore. Это будет, так выглядит начало сгенерированного класса. Он принимает какую-то реализацию интерфейса, создает сразу хендлер для главного потока. Вот так выглядит сгенерированный метод full. Сначала выше, я не стал все вставлять, идет проверка на то, что он вызывается не из главного потока, сравнивая луперы текущего класса и main. И если мы не находимся не в главном потоке, начинает исполняться вот этот код. Метод создается lock object, после чего запускается runnable в главном потоке, и рабочий поток останавливается в данном месте. После того, как отработает метод full в главном потоке, у настоящего view, lock object освобождается, и продолжается выполнение потока. Для метода bar, который возвращает значение, будет создан массив, типа возвращаемого значения, размерностью 1, и значение выполнения метода будет в него записано. Ну и после чего оно, собственно, вернется. А остальное все то же самое. Для метода ignored будет просто напрямую вызван метод. Использование выглядит вот так. То есть этот метод был сделан не просто так. Вы создаете вашу оболочку, передаете туда this, и возвращаете ее в методе getMvpView, и она будет привязана в презентер, и она будет передана во viewState. Модуль MVP list. Он позволяет быстро вам, буквально просто создав пару классов, которые были до этого, накидать вьюшек различных, и у вас будет реализация списка с пейджингом, поиском swipe to refresh, будет прогресс бар на весь экран при загрузке контента в первый раз, будет прогресс бар внизу списка, когда загружается следующая страница, будет заглушка внизу списка, если следующая страница не загрузилась, будет заглушка о том, что нет контента, и, в общем-то, достаточно много всяких штук, и каждая из них опциональна. То есть вы можете использовать, например, только список без пейджинга, вы можете использовать его без поиска. Единственный по факту обязательный компонент это recycler. Ну, собственно, без него вообще ничего не имеет здесь смысла. Помимо известных уже классов добавляется новый делегат. Вся логика в данном модуле вынесена в отдельный класс, который не является ни активностью, ни фрагментом. Это сделано для того, чтобы не ограничивать использование этой библиотеки только в пределах фрагмента или только в пределах активности. Также нужно будет реализовать еще один дополнительный интерфейс IPAgenResponse. Идея в том, что различные API поддерживают разный тип погенации. Например, для YouTube.api это будут токены следующей предыдущей страницы. В некоторых вариантах используется offset, то есть количество уже загруженного контента. Иногда используется ID-шник последнего загруженного объекта и так далее, и так далее, и так далее. Может быть множество вариантов. Чтобы постараться охватить их все, сделан этот интерфейс. Он, если интерпретировать этот код с Kotlin на Java, это два getter. Это получить лист и получить список, может, есть ли что-то еще для загрузки. То есть нужно ли подключать погенацию для список. Во view state вместо интерфейса расширяется base page and searchable view state. Нужно будет реализовать getter и setter для итемов. методы реализовать save и restore. И, собственно, интерфейс связи между view и view state там тоже нужно реализовать от base page and searchable вот интерфейса. В качестве типовых параметров передается сущность, которая является основной для данного экрана, которая отображается в списке, и интерфейс связи. метод apply реализовывать не нужно. Он уже реализован в базовом классе. Также там содержатся поля для поиска, код ошибки, если он презентеры вернул и так далее. Вот так, собственно, выглядит view state. То есть здесь есть константа, что нет никакой ошибки. это минус один. Квери для поиска, абстрактный getter и setter для списка, может ли загружена быть следующая страница, провалилась ли загрузка следующей страницы или это была первая страница, не загрузилась, и код ошибки. Данные методы содержатся в колбеке view state view для связи view state и MVP компонент. Установка, восстановление после пересоздания, установить search view query, установить элементы, восстановить список, отобразить ошибку, что не загрузилась следующая страница, отобразить ошибку, что не загрузилась первая страница. Презентер тоже вы можете использовать любую реализацию, синхронную, асинхронную, реализовать интерфейс, но вам нужно будет также добавить интерфейс IPA searchable presenter, который будет содержать следующие методы. Загружается ли первая страница, загружается ли следующая страница, отменить загрузку первой страницы, отменить загрузку следующей страницы, отменить загрузку всех страниц. Эти методы необходимы первые два для того, чтобы отображать прогресс бары, а последние нужны для того, чтобы презентер не выполнял лишнюю работу, то есть, например, вы пошли вниз, начала загрузка следующей страницы, пользователь поднимается вверх, делает свайптор и фреш, вам нужно загружать первую страницу, вызывается метод cancel all pages requests, все останавливается, загружается только первая страница. IPresenterView. Это интерфейс связи между презентером и вашим view компонентом. Базовые методы, эти методы уже реализованы в делегате. Это то, что загрузилась первая страница, он принимает ваш page and response. Следующая страница загрузилась, соответственно, следующая или первая страница не загрузилась, здесь можно передавать опциональный код ошибки. Ну и в качестве параметров, опять же, передается сущность и какой-то page and response, который с этой сущностью может работать. Если у вас, например, вы знаете, что во всем приложении используется один тип погенации, вы можете сделать абстракцию над моей абстракцией, более детальную и уменьшить количество generic параметров, потому что их здесь действительно много. Адаптер. Также нужно реализовать адаптер, который отображает весь этот контент. Нужно будет реализовать метод onCreateViewHolder, ну, как всегда, onBinViewHolder и реализовать интерфейс связи между адаптером и view. В качестве generic параметров передается сущность, которая служит элементом списка, и ваш интерфейс. Базовый адаптер Listener содержит только один callback, это что было нажата загрузка следующей страницы. Например, как у ВКонтакте, вы листали вниз, у вас пошла загрузка следующей страницы, она не удалась, и чтобы каждый раз, когда вы листаете вниз, у вас не триггерилась загрузка, в списке начинает отображаться плашка о том, что загрузка не удалась, нажмите кнопку. И вот как раз вызываю этот интерфейс, и списка нажатием триггерится загрузка следующей страницы. Вот так выглядит в демо-приложении OnCreateViewHolder. Базово вам предлагается, необходимо точнее реализовать три типа элементов. Это typeitem, ваш основной элемент списка, typeloadmanually, это как раз вот та плашка, которая отображается, если загрузка следующей страницы не удалась, и typeloader, это элемент списка, который отображается, когда загружается следующая страница. Ну и я на всякий случай добавляю обычно, чтобы не писать какой-нибудь ретурн, просто illegal argument exception о том, что неподдерживаемый тип. Так. Теперь это все объединяется в одну, опять все в один интерфейс, добавляется page-in-searchable view, который необходим для делегата, параметры сущность и сущность для пейджинга. Колбэки презентера view state, колбэк адаптера и обертка. Теперь вы реализовываете делегат. В делегате вы расширяете base page-in-searchable делегат, передаете пачку опять параметров типовых и реализовываете my page-in-view. Вам необходимо будет реализовать при этом вот эти методы. Это создание вашего адаптера, в него передается инфлятор и список элементов из view state, или которые были загружены. Это основные элементы. Если у вас есть, например, список с чеками, вам нужно отображать, какие элементы выбраны, какие не выбраны. на момент вызова этого метода уже проинициализирован view state и вы можете к нему спокойно обращаться. Загрузить первую страницу, загрузить следующую страницу. В этих методах нужно будет просто дернуть метод презентера на загрузку контента. Опять же, эти методы никак не реализованы и можно было бы сделать, наверное, вынести какие-то методы в интерфейс презентера и здесь убрать эту абстракцию. Но так как, опять же, по-разному предпочитают люди вызывать методы презентера, то есть как это вообще должно быть при вызове презентера? Презентер должен из view сам получить getter-ами все параметры. Но иногда передаются, view вызывает презентер, передает туда в качестве параметров, например, опять же, токен следующей страницы и происходит загрузка. Поэтому здесь вот такая вот штука. Опять же, все это можно вынести в какой-то базовый для приложения класс. получить пустое сообщение. Это и переменная передается поиск ли это. Например, у вас загрузился контент, точнее, он прошла загрузка, но вам вернулся пустой список. Вы можете, вы возвращаете какое-то текстовое сообщение, например, у вас нет товаров, и оно будет отображаться на экране, во view, которое вы передадите в делегат. Если это был поиск, то вы сможете выдать отдельное сообщение для поиска. Вернуть сообщение об ошибке. То же самое. Передается поиск ли это был и передается код. Это сообщение будет отображено либо на экране в затычке, либо в тосте, если это был загрузка первой страницы через свайп-тур-ефреш, но контент уже есть. Зачем его заменять? С табом будет отображено в тосте. Вот. Вот что есть в принципе в делегате, то, с чем можно взаимодействовать. Есть search view, который вы устанавливаете опционально. Он сразу его обвесит всеми слушателями о том, что query изменилась или query применилась. Можно установить свайп-тур-ефреш, ресайклер. Это заглушка прогресс-бара на весь экран, когда вы попадаете на него в первый раз и отображать, собственно, нечего, кроме прогресс-бара. Установка error view с кнопкой retry и установка затычки, что нет контента. Все это опционально. Весь делегат из себя представляет кучу пластилина. Вы можете, все функции являются открытыми и protected. Вы можете с ними баловаться, максимально изменять их поведение. В демо-приложении на репозитории гитхаба я добавил, так изменил поведение делегата, что вместо загрузки первой страницы он сначала стартует загрузку предварительных данных, а потом только он начинает загрузку страницы, если они есть. То есть это все можно посмотреть, как с этим баловаться. потом реализация фрагмента, который будет передавать методы жизненного цикла, вызывать ваш делегат. Установка лояута, передача сущности, ответа с погенацией, тип делегата, ваша view, интерфейс view, present, review state. И также вы расширяете base MVP list fragment. Он берет на себя ответственность о том, что он установит контекст, он вызовет on-destroy view, чтобы заналить все в view переменные, он установит, в общем, все, что нужно, все, что он может на себя взять, он возьмет. Единственное, что вам нужно будет, это передать, собственно, в делегат view параметры, с которыми он должен работать. Вы создаете, в данном случае я создаю обертку поверх делегата, получаю его из суперкласса, возвращаю обертку поверх делегата в качестве view, и презентер сразу будет, минуя ваш фрагмент или activity, передавать туда события. создание делегата, создание презентера и view state, и в методе setup view 100 делегат будет передано view, которая установилась из аннотации, и будет передан делегат, чтобы не нужно было его получать. Вы устанавливаете компоненты, дальше делегат работает сам. Все, я закончил. Вопросы у кого-то есть? Спасибо за доклад. У меня вопрос. Так, на каком языке написана библиотека? На Kotlin или на Kotlin? Вся библиотека написана на Kotlin за исключением процессоров аннотации. Они написаны на Java. Но демо-приложение для того, чтобы людям было проще, не все пишут на Kotlin, чтобы людям было проще понять, как использовать библиотеку, демо-приложение написано на Java. Ну и из этого вопрос, почему половина там использует runnable, половина там использует supplier, там future. Ну то есть если Kotlin, то уже и функции, ну то есть везде должны быть, чтобы оно было консистентно. Ну я так не скажу, конечно, на каком. Сейчас. Я примерно представляю, где это произошло. Нет, это я перелистал. По-моему. Это было на презентерах, скорее всего. Там как раз есть методы execute, которые отдают назад фьючеры. Ну да, фьючер. Ну тогда вопрос, опять же. Просто библиотека писалась, когда еще Kotlin был первой версией. У него еще не было API определенных для… Ну это понятно. Но вот если ты пишешь публичную библиотеку, чтобы кто-то его использовал, API должен быть красивой. А фьючер появился в андроиде, по-моему, недавно, как бы. Нет. Обычно в все библиотеки, я вижу, которые я смотрю, каждый свои фьючеры пихает. Ну вообще, как бы, я не знаю, сейчас вот я лично вот эту штуку не использую. Я ее использую только в связке с RxJava, то есть у меня используется вот этот метод execute. То есть я в основном вижу только его, который отдает назад disposable. Кто еще хочет спросить? То есть… Хорошо. А сколько методов занимает ваша библиотека? Метод? Ну есть method count такой, счетчик. Я не считал. На самом деле… Только он генерирует, если аннотации, то там же куча кода появляется. Да. Потому что все библиотеки, Facebook, Support Library, они уже забирают все 65К. Еще вопрос. Минимальная версия Android. А, минимальная версия Android до третьей версии библиотеки была девятая. И когда я обновился до 26-й саппорта, она стала 14-я. Ну то есть у вас привязана еще и к Support Club. А сколько Support библиотек тянет в вашу… Только основную обкомпад. Только обкомпад. Да. Вся библиотека построена на саппорте. То есть все компоненты, Activity, Fragment, это обкомпад фрагмент и саппорт фрагмент. Еще вопрос. Биндинг вьюшек. Зачем, если есть Kotlin Android Extensions? Ну это… Ну как бы они… Хочется… Библиотека же для зала применяется, а что это для Kotlin? Butterknife отлично работает. Ну а можно не инклудить дополнительно Butterknife. Можно использовать встроенные инструменты. Просто что не устраивало в Butterknife, чтобы писать свой велосипед. На самом деле, инъекция вью, там, это маленький класс, на самом деле. Там три метода, по-моему, которые анализируют, которые… Тем более в Kotlin это достаточно удобно было написать. Плюс зачем подключать еще одну дополнительную библиотеку, если можно сделать это здесь. Вас не ограничивает… Вот эта штука, она абсолютно опциональная. Вы можете сами установить… Ну вы можете использовать Butterknife. Можно использовать… Ну это не обязательно. Почти все компоненты здесь опциональны. Спасибо. Такой вопрос. Нет ли каких-то ограничений на количество презентеров, которые инжектятся в Activity или фрагмент? Он только один. И презентер должен… Ну он один, как и в паттерне, собственно, самом. То есть одновременно Activity или фрагмент управляет только одним презентером, который уже управляет там набором каких-то моделей, которые реализуют бизнес-логику. А можно ли извратиться, как вот Мокси рекомендует, там они пишут? Можно, например, три презентера привязать, каждый презентер свой кусок логики или в рамках этой библиотеки такого смысла нет? Не знаю, смысл может быть всегда, как бы все не предусмотришь. Кому-то что-то захочется, он это сделает. Можно использовать композицию, например. То есть один презентер будет дергать несколько других, как вариант. Но привязка презентера происходит только через превозвращение объекта из метода create-презентер. Спасибо. Еще есть у кого-то вопросы? Спасибо большое. Вопрос. Вы говорили насчет Lifecycle Observable. И как бы сравнивался он с гугловским вариантом. То есть в чем все-таки его преимущества, либо недостатки вашей версии? Во-первых, это явно видно на фрагменте в гугловой библиотеке, если я не ошибаюсь. Для activity-фрагментов поддерживается один набор методов жизненного цикла. Здесь вы можете подвязаться на привязку к контексту, на достаточно большой спектр методов. Помимо всего прочего, вы можете получать все параметры, которые получают MVP-компонент, ваша view, вы можете получать его в подписчиках и работать с ними каким-то образом. То есть вам не обязательно знать изначально. Изначально вам не нужно в конструктор, например, камера менеджера передавать объект view для того, чтобы с ним взаимодействовать. Вы можете его доставать вот отсюда. Спасибо. И еще вопрос по поводу… Там был метод какой-то, как-то называется, view if available или что-то такое. А, по view if не идет. Это было где-то в презентерах. Вот. В каком случае он используется и каким образом он реализовывается? Я не очень понял, каким образом поток стопится, ждет, пока появится view, если я понял. Такой бы смысл. Да. Эту штуку удобно использовать, например, вместе со связкой, с оберткой, с модулем MVP-view-wrap. То есть, например, мы используем RxJava. У нас большая цепочка каких-то действий. Например, она состоит из четырех различных REST-запросов. И мы хотели бы, чтобы после каждого вызова цепочки мы могли передать данные в наше view или получить какие-то параметры прямо посреди цепочки из view. Во-первых, view в wrap вам позволит это делать. Вам не нужно думать о том, что вы в главном потоке, не в главном. Вы просто говорите, вот, передай это во view или получи это из view. И плюс wait for view позволяет не потерять результат. Проблема в том, что, например, при вращении экрана или при выполнении какой-то синхронной работы можно уйти с фрагмента вперед, например, он останется, и его фоновая работа будет выполняться. И не хотелось бы пропустить результат, который, например, во фрагменте там что-то отправляется куда-то, например, какой-то массив фотографии, это длительная процедура. И пользователь, например, по дизайну, он может уйти куда-то вперед. И не хотелось бы пропустить момент, когда фотография загрузится, чтобы пользователь, когда вернется на фрагмент, у него не было снова кнопки загрузить, чтобы он увидел, что это загружено. В этот момент просто вызывая… В конце, перед тем, как передать во view результат о том, что загрузка завершена, вызывается wait for view if needed, поток останавливается или не останавливается. Если есть view, она сразу будет возвращена. Поток останавливается. Как только вызывается метод on a touch, у презентера все проинициализировалось, он сразу возвращает назад в рабочий поток view, результат передается, и все. Он как бы… Вот цель этого метода — не потерять результаты выполнения. Еще вопросы? Никита, ты упоминал о занулении view. Да. Можешь еще раз объяснить, пожалуйста, для чего это делается? А. Зануление view, идея в том, что для activity это не настолько актуально. Как бы если activity вызывается on destroy, то, скорее всего, это уже чаще всего это уже конец. Это уже и с finish on true возвращает. Для фрагментов же это важно потому, что при перемещении по фрагментам в backstack вперед-назад вызывается метод on destroy view. в этот момент нужно вот как раз все вьюшки занулить. Почему? Потому что при возвращении назад все равно будет вызван метод on create view и цепочка on view created. И если вы не зануляете view в on destroy, то по факту все ваши view поля висят просто зря в памяти. И когда вы вернетесь назад, вы их вроде как сохранили, но они все равно будут переписаны все. И вот зануление view как раз зануляет ненужные view поля при изменении жизненного цикла. А вот если фрагмент объявлен в layout, в XML, у них немножко другой life cycle относительно тех, которые в транзакции. На самом деле это вообще не очень, как бы подход так делать, тем более что многие люди так делают, а потом думают, а в какой фрагмент менеджер положила мне фрагмент. Очень редко это используется, не знаю. Я даже об этом, честно говоря, не думал. Такие ситуации есть. И еще есть ли несколько activity, как передавать твой главный класс, который оперирует всем. Какой класс? Ну он в activity у тебя, по-моему. Фрагмент, который хранит все компоненты, retain it? Ну я не вспомню. Не, ну он сказал, что один класс rules them all. Ну если несколько… А там получается… Да, я говорил это, наверное, в моменте вот здесь. Наверное. Что там есть, получается, все фрагменты все равно привязаны к одной активности. И у каждой активности есть свой фрагмент, в котором она хранит презентеры и вьюстейты для компонентов. Свои, во-первых, она может там хранить. И плюс она хранит там вьюстейты и презентеры фрагментов, которые есть у нее. А что произойдет, если у activity, layout, landscape и portrait разные? Ну окей. А в чем проблема? Ну у тебя же стоит… Ну ты сохраняешь вьюстейт, а перевернулись, layout id поменялся и там другая раскладка. И как бы оно очень… Ну это уже проблема того, как вы реализуете методы… То есть вьюстейт… Ну вьюстейт… Вьюстейт… Вьюстейт вертикально и горизонтально. Ну как бы… Ну вьюстейт передает… Для больших таких… Вьюстейт хранит по факту в себе просто поля. То есть презентер отдал какой-то массив элементов, он во вьюстейте лежит. Когда экран переворачивается, все создается заново, вьюстейт… Вьюстейта вызывается метод restore, он инициализирует все свои поля из бандла, и потом через интерфейс, который передается в метод apply, он применяет данные ко вью. А как уже вью эти данные применит, как он реализует этот колбок, это уже проблема вью. Давайте еще раз поблагодарим Никиту за выступление.